Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина и сегодня в выпуске. Храбрые сердца. Глава Чувашии встретился с детьми, которые спасли жизни других людей. Поставил машину, плати. Сколько будет стоить парковка в центре столицы республики? Прокачать Чебоксары в городе стартовал новый молодежный проект. Сегодня исполнилось 85 лет с момента создания системы гражданской обороны в стране. К этому дню приурочили ежегодную всероссийскую тренировку по гражданской обороне. Федеральные, региональные и местные органы власти будут отрабатывать слаженность действий в условиях крупномасштабных ЧП. Как стартовал первый этап, министр по делам ГОИЧС Владимир Пучков обсудил с руководителями субъектов. Всероссийская тренировка по гражданской обороне в Чувашии началась в 6 утра с получением условного сигнала. Проведено оповещение и сбор руководящего состава гражданской обороны. В 8 прошло совещание руководящего состава гражданской обороны. Все участники получили задание. Задача состоит в том, чтобы в ходе этой тренировки еще раз проверить готовность всех сил и средств по защите населения, по обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории Чувашской республики. В первую очередь это люди и техника. Те, которые предназначены, те, которые профессионально у нас работают, пожарные спасатели, те, которые на предприятиях и организациях на неосвобожденной основе, нештатной войне информирования по этому. Ну и само население, потому что оно тоже видит, слышит, обучается. Из истории. Впервые о защите населения задумались в годы Первой мировой войны. Поводом послужили воздушные налеты и использование химического оружия. Сегодня, спустя век, речь идет об обеспечении безопасности и спасении людей материальных и культурных ценностей не только от угроз, возникающих вследствие военных действий, но и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В горящую избу, в глубокий водоем, не боясь опасности и ни секунды не сомневаясь. Это все про детей с храбрым сердцем. В Доме правительства сегодня чествовали маленьких спасателей. Из большой буквы. Президент, по моему представлению, подписал указ по награждению медалью за спасение погибавших. Кирилл 15 лет уже государственную награду Российской Федерации имеет. Кирилл Блинов, ученик 9 класса Хазанкинской школы Красночитайского района, спас тонущую девочку. Случилось это летом 2016 года. Приезжий мужчина отдыхал на пруду с двумя дочерьми. Когда он с младшей девочкой катался на катамаране, старшая плавала в пруду. И вдруг ей стало плохо. Мужчина ринулся спасать ребенка, но не спасти, не спастись не смог. Доплыл, вытащил ее. И поплыли на берег. Потом она рассказала, что там ее отец утонул. И на следующий день ей помог водолазам найти тело отца. Про поступок каждого из этих детей можно писать книгу. Каждая история – эталон мужества, храбрости и взаимопомощи. Дима Степанов из Комсомольского района вывел из горящего дома пожилую женщину. Дом изнутри был закрыт. Мы с другом дверь сломали и бабушку вывели. Она сама нечистосла. Спала. А спала вообще? А как ты не побоялся горящий дом здесь? Страха не было. Да? Дом же может и крыша обрушиться, и стены могут обрушиться. Это же практически риск, ответственный такой жаг, что идешь на смерть, по сути дела. А нечистосла. Не обошлось без слов благодарности и в адрес родителей, и учителей. Ведь они воспитывают самых настоящих мужчин. Михаил Игнатьев вручил ребятам часы, а Кирилл Блинов скоро поедет в Москву. Там его ждет медаль за спасение погибавших. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика. Школа Чувашии вновь отмечена в рейтингах подготовленных учительской газетой и информагентством «Россия сегодня» при поддержке Минобразования страны. Отличились 16 образовательных учреждений Республики. Пять школ Чувашии вошли в топ-500 лучших школ России, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в минувшем учебном году. Это Чебоксарская гимназия номер 5, лицей номер 3 и 44, Новочебоксарский лицей номер 18 и гимназия номер 6. 11 школ вошли в топ-300 сельских школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников. Это Аликовская, Батыревская, Маргаушская, Парецкая, Яльчикская и другие. Список вы видите на экране. В Чувашии подвели предварительные итоги исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев. К этому времени доходы составили 31,5 миллиард рублей. Это на 8% больше, чем к аналогичному периоду прошлого года. Собственные доходы составили 18 миллиардов, безвозмездное поступление около 13 миллиардов. К октябрю израсходовано более 28 миллиардов рублей. Как обычно, большая часть финансирования обязательств в сфере социальной политики, образования, здравоохранения. Сегодня в Москве открылась 19-я всероссийская выставка «Золотая осень». Участие в ней принимают и чувашские аграрии. В павильоне Чувашской республики представили продукцию ведущих предприятий отраслей. Мясные деликатесы, сыры, кондитерские изделия. Экспозиция региона пользовалась большим спросом. У прилавков выстраивались очереди. Мы подошли, нам сделали рекламу ваших продавцов и мы решили попробовать вашу продукцию. Очень положительная и хорошая, что она у вас очень вкусная, натуральная. На традиционном осеннем форуме было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией региональных сельхозтоваропроизводителей. Фермеры республики не первый год реализуют свою продукцию на ярмарках столицы. Активное взаимодействие с АРСП поможет расширить рынки сбыта на территории Москвы и области и увеличивать объемы продаж. Объемы увеличиваются постоянно, потому что мы замечаем, что все-таки, когда мы начали возить фермерские хозяйства и без ГМО домашние, чувашскую картошку, она все больше и больше завоевает рынок и оттесняет промышленное производство, где присутствуют какие-то химикаты. Люди это начинают чувствовать, и этот процесс идет не такой быстрый, как хотелось бы, но люди привыкают к хорошему очень быстро. И, соответственно, я сам вам честно скажу, я всегда покупаю только чувашскую картошку. Сегодня нужно понимать, что предприниматель без поддержки никакой, предпринимателю приехать в Москву, где-то встать, бесплатно встать и продавать, реализовывать свою продукцию очень сложно. Сегодня у них есть возможность встать на самых больших рынках Москвы, Московской области. Подробнее о работе выставки «Золотая осень» в следующем выпуске программы «Республика». Пока к другим новостям. Платные парковки в центре Чебоксар. То, о чем так долго говорили, становится реальностью. С 15 октября на улице Ленинградская в тестовом режиме заработают так называемые паркоматы. Если вы приехали в столичную администрацию по делам буквально на 15 минут, то, скорее всего, в два раза больше этого времени вы потратите на поиск места для парковки. Такая же ситуация, например, у МФЦ по улице Ленинградская, главпочтамта и железнодорожного вокзала. Изменить ситуацию должна платная парковка в этих зонах, считают чебоксарские власти. Получаса должно хватить, чтобы решить свои дела в том или ином учреждении и освободить парковочное место. А вот тех, кто привык бросать свои автомобили на целый день, эта мера должна отпугнуть. Вот здесь парковка, скажем, допустим. Я не против, конечно, заплатить, но главное то, что я буду знать, что машина моя стоит там, где не будет мешать проезд, например. Ну, либо, возможно, там уж не эвакуируют. Если это касается вокзала, наверное, это стоит платную парковку применять. Если это место работы, то это не совсем желательно. То есть, в каждом отдельном случае надо индивидуально смотреть. Первыми систему с платными парковками опробуют на себе сотрудники городской администрации. С 15 октября в тестовом режиме паркоматы заработают на Ленинградской. Оплата будет безналичной через приложение или автомат. Определяем тип транспортного средства, легковой или грузовой, в зависимости от типа, соответственно, определяется стоимость часа парковки. Выбираем легковой и вводим госномер транспортного средства, который вы хотели бы оплатить. После ввода номера система дает возможность подтверждения ввода номера. После того, как систему обкатают на Ленинградской, такие паркоматы появятся и в других местах в центре города. Вступили в силу поправки в воздушный кодекс, который дает право авиакомпаниям брать деньги за перевоз багажа в рамках невозвратных тарифов. Ранее человек, приобретая невозвратный билет, получал право провоза в грузовом отсеке самолета багажа весом до 10 килограмм включительно. Теперь у авиакомпании есть право вводить полностью безбагажные тарифы. Вводится новый юридический термин «бесплатная ручная кладь». Ее вес не должен превышать 5 килограммов. Первыми новыми правилами воспользовалась авиакомпания «Победа», поменяв требования к провозу ручной клади. Команда активных чебоксарцев, сокращенно КАЧ, так называется новый молодежно-образовательный проект, который запустила администрация города Чебоксары. Десятки молодых людей уже стали его участниками. Как показывает практика, молодежи интересна социальная и экономическая жизнь города. В команду приходят люди, которые хотят и могут изменить жизнь к лучшему. Инга Егорова уже несколько лет занимается общественной деятельностью и пройти мимо такого масштабного проекта не могла. Ты всегда находишься в центре событий, работаешь с активными такими же людьми, как ты. Опыт работы в данном направлении очень важен для будущего, для развития себя как личности, как будущего профессионала в какой-либо сфере. Желания и энтузиазма у участников достаточно, но все они понимают, что общественная деятельность – целая наука, и каждому есть над чем работать. Лично, как для меня, дает это немножко такое раскрепощение, открытость, побороть такие комплексы, как стеснение, и быть таким более открытым, и, как сказать, улучшать свои коммуникативные качества с людьми. Опытные спикеры преподают ребятам этику и культуру общения, знакомятся с алгоритмом создания личного имиджа и бренда. Одной из главных тем стала проектная деятельность. Активистов учат пошагово реализовывать свои идеи в жизнь. Мы собрали заявки со всех желающих – студентов, школьников, а также работающих молодежи. Наша цель – собрать команду. Команду ребят, которые готовы создавать новые молодежные образовательные проекты, социальные, патриотические проекты, которые будут реализовываться в нашем городе. Вступить в команду активных чебоксарцев могут все желающие. Для этого нужно подать заявку и пройти отбор. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Национальное телевидение «Чувашия» готовится к новому сезону. Совсем скоро зрителей ждет смелый театрально-телевизионный проект «Жемчужина». Это реалити-шоу. Мы покажем, как Камерный театр готовит новую постановку-мюзикл «Столица Чувашия» и «Жемчужина». О том, как прошел кастинг в проект и постановку в репортаже Марии Шоклевой. Я бы взамен все отдала, если б туда попасть я могла. Только войти было дано мне в этот мир. Педагоги, спортсмены, врачи, студенты, ученики старших классов. Всех их объединяет огромная любовь к театру и мечта стать актером. Учиться никогда не поздно и расти, и творить. Раньше я тоже ходила в театральную студию. И вот я сегодня, когда читала «Есенина, черный человек», я просто все свои эмоции выплеснула. И жюри по достоинству оценили. Они просто кроты открыли, а, и смотрят, говорят, это просто восхитительно. В декабре в той стране снег до дьявола чист. И метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Артист мюзикла должен уметь отлично петь, танцевать и, конечно, играть. Поэтому жюри приготовило для участников кастинга непростые задания. Расскажи историю в движении, как ты пришел на этот кастинг. Сколько лет, но люблю я лет, столько я люблю белый цвет. Надеваю тебя по руке, я титул секрет, я жду все. В памяти и на песке, в твоем сердце и душе, ты найдешь один ответ, что в душу пришел. Шансом стать актером воспользовались 23 человека. Режиссеры мюзикла уже нашли среди участников героев будущего спектакля. Эти люди идеально вписались в образы, созданные сценаристами. Я всегда обращаю внимание на харизму. Мне интересно, как человек смотрится на сцене и хочу ли я на него там смотреть. Сегодня были очень очевидные варианты, когда выучил текст, пришел, рассказал. Но там даже при наличии актерского мастерства, возможно, какого-то минимального, не хватает харизмы, мне не хочется смотреть на человека, я не верю, как говорил Станиславский. А были люди, на которых я готова смотреть часами, например, Варвара Горбайтина, на которую мне хочется смотреть. То есть, и как она на гитаре играет, и как она танцует. Я открытая, я настоящая, я, может быть, сумасшедшая и артистичная. И мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли, кофе сбежал под пропеллер. У меня есть чувство ритма, чувство такта, но высокие ноты не про меня. А вот на гитаре как раз можно такую душевную взять песенку, где поменьше букв «Р». Впереди у победителей кастинга три месяца напряженной работы и учебы. Национальное телевидение Чувашии расскажет о репетициях мюзикла, покажет процесс изготовления декораций, костюмов и, конечно, премьеру. Первая серия проекта выйдет в ноябре. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Сергей Адушкин, Республика. Традиционный чувашский праздник урожая Керсаре отметили на днях в Чубаксарском районе. Он уходит корнями в давние времена, когда по завершению уборочных работ пекся хлеб из зерна, но в урожае варилось пиво из свежего хмеля и созывались в гости близкие и родные. Именно в октябре, после того, как убран весь урожай с полей, наши предки начинали готовиться к празднику. Осеннее пиво варилось по особому рецепту. Порой на подготовку уходили недели. Хозяйки проращивали зерно, затем в авинах его сушили и готовили соло для пива. А в день основных гуляний обязательно пекли пироги, хуплу. Готовили национальные кушанья, тул-дармаш, ширтан, шурбе, чешламу. На стол ставили крова и хлеб из нового урожая, круг сыра и бочонок со свежим пивом. Именно эти блюда и напитки можно было увидеть на столах и в этот раз. Жители каждой деревни Чубаксарского района постарались на славу. Никто не остался голодным. Праздник продолжался до самого вечера с песнями, частушками и танцами. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Встретимся завтра в это же время в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова